Итак, всем привет! Мы с Денисом, меня зовут Владимир, вот Денис, купили, точнее он купил вот такой бешерак, китайский, настоящий китайский бешерак. По деньгам он 38 местных тубриков, это 380 рублей за нашу. Он заваривается сам. Он сам заваривается. Мы сейчас посмотрим, что это такое. Здесь есть всякие разные приправы, лапша, лапша очень необычная, прикольная, вот такая, ничем не пахнет. Самое интересное, что я ничем не пахну, что ничем не пахну. Пахнет приправой. Так, это мясо. Так, что у нас за мясо? Мясо похоже на грибы. Нет, оно мясо и еще, короче. Мясо и еще что-то. Так, это это, что сегодня было там, что мы говорили сегодня? Вот эта штука, вот эта вот штука, это похоже на картошку, это тоже типа картошка, но какая-то очень мягкая, мягкая картошка. Так, поехали дальше. Давай я помогу открыть все приправы, мы решили все вообще насыпать туда. Это тофу. Тофу, сыр тофу. Если без приправы, по мне так это гадость, без приправы, когда с приправами, ничего. Жареный. При том, что он есть жареный, пареный, вареный, копченый, в виде хлеба, в виде еще какой-то тюни. Так, дальше поехали. Нет, соус пока не надо. Не надо соус? У нас есть инструкция примерно, но надо китайского, мы не понимаем, что тут написано. Даже переводчик, на самом деле, чаще всего переводят очень некорректно, как-то странно. Именно поэтому сложность вообще, в принципе, мне кажется, общения с китайцами, но когда они говорят на английском, то вроде более-менее. Это что, лягушка, что ли? Слушай, это лягушка. Мясо любое. Ну, как и обычный, кстати. Тут вообще, в принципе, какое-то мясо. Это острый соус. Острый соус. Была ситуация, когда мы приехали в первый день и так вышло... Я не рассказываю об этом. Я выбирал все составляющие для супа. У нас были в мозге коровы. Вот. Короче, почти ничего нельзя было есть. Очень. Но мы все съели. Я испугался, что здесь все именно так. Вся еда такая. Так. Очень интересно, что все-таки именно пакетик вот этот вот делает так, чтобы еда приготовилась самостоятельно. То есть достаточно просто есть вот этот вот пакетик и воду. Давай сюда. Так. Что делать? Сейчас посмотрим. Наливаем воду. А куда? Сколько там примерно наливать? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Бросай. Итак? Поехали. 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 И ждем 15 минут. 15 минут? 15 минут. Но данный эффект должен быть с начала, с самого начала начаться. Мы, наверное, видео чуть-чуть приостановим или ускорим потом. Не, подожди, пока я посмотрю, пока идет видео, а мы пока свалим. Оставь его. Ты увидишь, что не надо было пакет потеребить там или нет? Не надо ничего делать. Просто нарисованно бросить пакеты. Потеребить. Я просто не могу понять, как это происходит. Почему? Спить вообще эту воду потом можно? О! Пошли какие-то пузырики. Ну, я думаю, что это просто воздух из пакета заходит. Ого, смотри, пошла реакция. Он забурлил. Он реально забурлил. Ё-моё. Просто бурлит. А-а-а! Ты говори, что? Ну да, он просто забурлил сам по себе. Просто он резко начал. Он сусился и все. То есть идет пар. То есть мы налили воду, бросили туда пакет и он забурлил. Пакет. Пятнадцать минут, да? Да, кстати, время сколько надо засечь? 19 минут. Вот такая вот фигня. Да, пикернежный выкинь. Где? Открывай. Как это называется? Наймпау. Итак, все готово. Прошло пятнадцать минут. Выполнено, конечно же, все по инструкции. По-китайски. По-китайской. Пакетик все еще кипит. Пакетик кипит. Мы думаем, что это сухой спирт, но в принципе можно будет выяснить потом, если интересно. Хочется потрогать пальцем, но я не буду этого делать. Все две они увеличились. Ну и давай, скажи, что здесь. Это мягкая, да? Это не картошка. Что вы сегодня там смотрели, переводили? Лотос? Нет. Корень лотоса. Корень лотоса. Да. Да, она так острая. И майонез. Кальвы. Майонез и кетчуп все больше. Там дальше все можно тогда уже есть. Короче, летите в Китай, берите с собой майонез и кетчуп, тогда все зайдет. Еще куриную грудку, макароны, еда очень специфическая, но тоже очень вкусная. Почти. Вся. Просто надо переводчик, значит, заказать. Да. Рис вкусный. Пустой. Белый. 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 Не было бы он их разломать, значит, немножко ступить. Перегорел. Ну, давай, пробуем. Да, острое. Нормально? Угу. Советуешь попробовать? Ради эксперимента. Почему-то нет. Но острое. Острое ради эксперимента стоит попробовать. До новых встреч!